Ну и йога еще может как еще определить ее? Это борьба со стихией, скота в себе. Это основная цель йоги. То есть справиться с яйцехой. Замечается какой, который начал заниматься йогой, но определенным видом как-нибудь, да? Я просто не очень смотрю в красоту, то есть он говорит, что он приходит на следующий этап, становиться йогой, когда он занимается определенным видом йогой. Да нет, это йога может быть и стрессарь, и векарь, и кто угодно. То есть если он совершенство в своем ремесле достигается, это и есть йога. Ну например, притча такая, как один йог сидел там под деревом, медитировал там, в таком блаженном состоянии был, и тут цапля прилетела, а дерево сел у него над головой и уронил, а помет ему на голову. Читали эту притчу? Нет. Ну он как раз разозлился на него, думает, я тут такой крутой, такие вещами тут занимаюсь, а тут меня по полной программе обгадили, да? И тут у него третье глаз распрывается, пум, и эта цапля испарилась от того, что он ушел. И он думает, вот это я крутят, вот это я крутой йог. Ну в конце концов проголодался, значит, и идет, значит, а все йоги там подаянием только живут. То есть то и подадут, то и видят. Ну он подходит к этому товару и кричит, там, хозяйка, там, хозяйка, там. Ну слышно отвечать из дома, там, женщина, подожди, я занята, там. Он думает, женщина лупая, если бы она знала, кто к ней пришел тут, ну сразу выскочила, тут все, мне бы принесла бы, там. Ну, пожалуй, нет ее, там, она говорит, хозяйка, хозяйка, там. Я сказала, что я занята, подожди, там. Она думает, ну, глупая женщина, я вообще вам все из них велитый, там. И там сидит, пыхнет, там все. Ну в конце концов она выходит, говорит, да что ты тут раскричался, тут цапли не живут. Он так раз, да, уже приезжал, говорит, откуда ты узнала? Она говорит, да я все это вижу на расстоянии, там, я мысли твои читаю, там. Я слышу, что ты думаешь обо мне, там. То есть, говорит, женщина, а какой ты практика, какой йогой ты занимаешься, что достигла таких великих вещей, там. Что ты выше меня, там, в элитонном развитии. Говорит, ничем не занимаюсь, я исполняю просто свой долг. Вот, я почему не могла от тебя сразу выйти? Потому что ты знаешь, по политическому мировоззрению, что в первую очередь я должна служить мужу. У меня муж больной, я ухаживала за ним. Я должна сначала его покормить, только после этого священнослужителя я кормил. Поэтому я не мало отъехал, а ты тут сидишь, пыхтишь тут, там, отца придумаешь, там. Говорит, как здорово у тебя все это получается, там. Я раньше этого недопонимал, какая ты великая женщина, ты же святая, там. Говорит, да я ничего. Вот у меня друг, он, хороший, в городе живет. Вот тот, он крутой йог. Да, это, а какой он практикой занимается? Чем он занимается? Да, он ее скотобой не держит. Тут вообще как, коров убивает еще куча тебя? Говорит, да, круче. Да не может такого быть. Ну, сходи, они познакомятся. Вот приходит в город, знакомится. Тот действительно там святой человек такой, крутой йог такой. Действительно скотобой не держит. Говорит, ну я вообще-то в жизни ничего не понимаю. Как убийца коров может достичь святости? Я вообще не понимаю. Это ж великий грех. Объясни мне. Говорит, да я просто следую своему долгу. Просто я родился в семье, где мой отец одержал эту скотобойню. И когда он умер, мне ничего не осталось делать, чтобы прокормить свою семью, поддерживать то же самое хозяйство. И я молюсь о корове, я понимаю, что это такое. Я их сопровождаю там, с молитвами все это делают. Но просто мне Бог послал в эти условия. То есть я должен достойно пройти через эти уроки. Вот это есть истинная йога. То есть когда мы исполняем свой долг совершенствия. Вспомните гель сурка. А его повстрали на скотобойню. Вот это он должен совершенствовать этот урок пройти. Вот это истинный йог. А детям ваше крае начали дыхать на династику. Как только начали дышать. Алексей Васильевич, тут непонятно смысл тогда варм. Получается, что, например, вот эта женщина, она служила своему мужу. Мужу, соответственно, была не бракмана. Я подозреваю, да? Но она имела уровень бракмана. То есть получается, что мы, реинкарнируясь, эволюционируя, не обязательно можем пройти через эти четыре ступени? Или обязательно? Просто ей, как же партнер, необходимо был урок служить такому мужу. Ведь на работе, чтобы женское качество, нужно женское тело получить. Понимаешь? И получить мужа, которому он может служить. Лишь только служа ему, эти качества можно было наработать. Как бы подчинение. Так же? То есть, и чтобы получить вот это, научиться подчинению, только тогда мы сможем уже со Всевышним ему подчиняться. Так же? Эти качества нам необходимы. В мужском воплощении эти качества очень мудрено наработать. Так же? А женское для этого и предназначено. Поэтому вот этой же матри, которая достигла такого уровня, ей пришлось получить женское тело и чётко исполнять свои обязанности. А иначе он бы не смог научиться подчиняться. Это же необходимое качество. Ну, хорошо, это понятно. А вот тот, который, значит, скот убивал, у него карма такая, что это было? Да, нужен был такой урок пройти. Вот смог бы он вот в этом кровище, в дерьме во всём этом достичь святости. Хорошо быть святым в святом месте, в чистом. Так же? А ты попробуй вот в такой ситуации. То есть Бог не даёт человеку испытания больше, чем он выдержал. То есть, вот, допустим, шипатма первый раз воплощается в человеческом теле. Это аксиома. Бог не даёт испытания человеку больше, чем он может выдержать. Это понятно? Не нужно доказывать, что подробов быть не может. Поэтому, когда воплощается первый раз, у него там папа священнослужитель, там мама святая женщина, братья, сёстры, занимаются йогой. Все окружения там соседей, все духовной практикой занимаются. Правительство, которое всё это поощряет. Естественно, он быстро достигает результата. Так же? Достигает совершенства. Ну, когда он приходит туда, к родичам своим, они говорят, молодец, ты многое достиг. Но в чём лично твоя заслуга? Ведь это заслуга твоих родителей, так же? Твоего окружения, правительства. Ну, получается, не значит, что он уже имеет или не имеет. А теперь, говоришь, в чём лично твоя заслуга? А вот теперь, давай, ты воплатишься, у тебя папа будет алкоголик, там, и работает на скотобойне. Мать там проституткой будет. Все у тебя там, братья, сёстры там будут наркоманами. Всё, на окружении будут негодяями. И правительство, которое будет тебя психушку зажать, за что? Ты занимаешься йогой. Вот теперь попробуй достигнет того же результата, что ты вот здесь достиг. Но это уже с этими качествами. С этими качествами. Он же, знаешь, может достичь вот этих хорошее. С хорошим условиям получил качество. А теперь ты вот с такими генами, когда у тебя гены, не те совершенно. И когда у тебя не здоровья с детства нет. Понимаешь? И вот так теперь, вот это будет лично твоя. Я вот тебе говорю, воплощи немного. Это я специально крайние точки взял, чтобы вам понятно было. Так же? Вот он и воплощается в семье на скотобойне. И сумеет ли он достичь того результата, что вот здесь достиг? Вот тогда это будет его заслуга. Не его родителей, не родичей. Понимаешь? Не правительство, а его. Но ведь он качество обретает что там, что здесь. А указать в чем? Да то на халяву он эти качества получил. А здесь сам. Что для нас важнее? На халяву эти качества получить? Или с одним такими стать? По шпарогалкам сдать экзамены? При этом девять тела, чтобы сильнее становиться. Конечно. Да это наши качества. Потому что мы все изначально сами делаем. Свое тело изначально строим. Когда у нас гены плохие. Так же? Вот это испытание. Вот это круто. Так же? И вот это настоящий будет его. Один тот, который в тепличных условиях достиг совершенства. Это не его заслуга. Его заслуга. Он настоящим Богом станет только когда через вот эту ситуацию пройдет. Только нас катабой. Это заговорится. Одиночество можно обнести только на базарной площади.